Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты – именно эти три направления, по данным туроператоров, наиболее востребованы у самарцев в этом сезоне. Популярность турецкого берега обусловлена высоким уровнем сервиса, питанием все включено, чистыми бирюзовыми пляжами, пологими входами в воду и, по словам отдыхающих, одним из самых красивых и ласковых морей. Сюда обычно едут с маленькими детьми за яркой анимационной программой и возможностями, которые доступны малышам. Впрочем, несмотря на всю популярность турецких курортов, цены на пакетные туры в этом году вряд ли можно назвать умеренными. В этом сезоне отдых на двоих в турецкой пятерке по системе All-Inclusive обойдется самарцам в 100 тысяч рублей за человека, и это всего на 7 дней. Конечно же, в этом году цены гораздо выше, чем в прошлом, но и повлиял очень сильно курс доллара и евро, если мы говорим про заграничные туры. Если в прошлом году доллар примерно стоил 56, то в этом году практически 100 рублей, и, конечно же, это не могло не повлиять на цену образования. Чуть дешевле в этом сезоне обойдутся туры в не менее популярной у отдыхающих Египет. На Синайский полуостров можно слетать за 200 тысяч на троих. Кроме того, турагенты готовы развенчать миф о том, что три летних месяца для Египта не совсем сезонные. Напротив, за счет сухого климата жара там переносится гораздо легче, чем в Турции. Для отдыха в Египте летом туроператоры рекомендуют выбирать Хургаду. В этом регионе практически всегда комфортная погода в любое время года. А вот что касается Объединенных Арабских Эмиратов, которые по стоимости путевок догоняют Турцию даже летом, здесь отдых на любителя. В Эмиратах жарко, прямо очень жарко, вода очень теплая. Но есть любители Эмиратов, потому что вода 38-летний период. Сама ездила в сентябре буквально два года назад. И когда я заходила в 8 утра в воду, она мне просто как горячая ванна казалась. Но у меня есть туристы, которые прям любят такую воду, любят такую погоду и все равно едут. Для тех, кому не нужен берег Турецкий и Африка, туроператоры подготовили множество путешествий по России и странам ближнего зарубежья. Как показало первое полугодие 2023 года, чаще всего самарцы выезжали в Абхазию, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Дагестан. Причем туры в Абхазию были раскуплены задолго до старта сезона. Сочи примерно такая же ситуация, но получше. Там объектов побольше. Но все равно очень мало. И хорошие объекты, даже типа бархатных сезонов, которые очень большого размера, даже в них нет места на ближайшие даты, на ближайшие месяцы. И поэтому остаются те небольшие отельчики, которые с нижним уровнем, но за достаточно высокую цену. То есть получается на человека все равно 1060 будет стоить тур с учетом перелета. В этом году два наиболее востребованных направления, которые ежедневно набирают популярность – Калининград и Дагестан. Бывший Кёнигсберг отдыхающие выбирают как альтернативу Европе. За красивую архитектуру, пабы, похожие на заграничные, и за чистые пляжи с белым песком. Немало самарцев в этом сезоне успели слетать и в раскрученные блогерами и туроператорами Дагестан. Цены на туру начинаются от 39 тысяч с человека. Там природа своей цепляет. Какие красивые там горы, да, то есть ущелье. Это очень красиво, впечатляет. Сама туда ездила в рекламный тур, мы посмотрели и отели. Очень понравился Дербент. Город вообще не знала, что он такой красивый. У них построили фонтаны совсем недавно. Ну, зрелище, конечно, потрясающе. Не сравнится, конечно, с дубайскими фонтанами, но тоже очень красиво. Таким образом, если проанализировать динамику цен на туру в этом сезоне, популярная Турция, которая занимает лидирующие позиции, обойдется в среднем в 100 тысяч рублей за человека, Египет от 60 тысяч, Эмираты от 75 тысяч за одного. Порядка 60 тысяч придется заплатить человеку за недельный отдых в Сочи и Абхазии, и примерно в 39 тысяч рублей выйдет отпуск на 3-4 дня в Дагестане. Кроме того, турагенты напоминают самарцам, для того, чтобы не столкнуться с проблемами на таможне, уезжать за границу нужно, погасив все долги. Иначе отдых закончится, не успев начаться. Что крайне омрачит настроение и ударит по карману, особенно с учетом сегодняшних цен натуры. Ольга Павлова, Игорь Казановский, События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok